Ну а что, друзья, вы только посмотрите вот на этот трэш, я просто обязан был это посмотреть, ну потому что это супер универсальный танк, который может плавать, который может ездить где угодно, потому что у него есть большие гусеницы, судя по всему, давайте посмотрим, какие-то колесики, скорее всего, ну, ребята, вы только на это посмотрите, ну, я, тут, по-моему, вот эта штука тоже, по-моему, открывается, и тут, по-моему, ангар выезжает здоровенно, я не знаю, точно, посмотрим, я смотрел все это дело на скриншотах, очень все куда-то внутри сделано, видите, тоже, блин, я хочу прямо, это поюзать, но вроде как это все немножечко подлагивает, но в этой игре лаги не такая страшная вещь, потому что вроде бы как все компенсируется размером фпсов, вот, в смысле наоборот, то есть фпс хороший, а вы медленно двигаете, я в этом уже вам говорил, две лодки запасные, площадка для вертолета есть, куча всего, какой-то кран, ангар, судя по всему, был сзади, да, нет, да, и в этом ангаре еще какая-то лодка есть, на которой можно тоже плавать, короче, супер универсальная машина, сейчас быстренько пролетим, на этом надо было просто глянуть, потому что это трэш, а трэш, друзья, мы ее сами очень любим, видите, очень большой ангар внутри, в котором вот здесь вот, судя по всему, все-таки реально он должен открываться, но это не точно, сейчас проверим, давайте попытаемся дело заспаунить, называется ATV-131, это самая последняя модификация автора, и он утверждает, что это машина для всех типов миссий, грубо говоря, то есть можно по максимуму трэшовать вот там лодки, потому что эти отвалились, они должны были почему-то держаться, видимо, что-то пошло не так, еще хороший вопрос, как к нему забраться, давайте посмотрим, как-то же можно, видите, как я медленно бегаю, все потому что постройка лагает, так, ну попробуем вот так допрыгнуть, что там, а, нормально, надо только до робки каким-то образом добраться, ребят, посмотрите, каких размеров вообще хрень, это плавательное средство, но оно может выезжать на землю, ездить по земле, вот самая главная фишка, дверь, что у нас это получится, потому что с таким дизель написано GTF, тут парашюты, что ли, зачем парашюты здесь, на сотне, дикий трэш, так, проходим вперед, датчики нам открывают двери, видите, автоматически, да, давайте проверим еще раз, да, а что за кнопка такая интересная, а, это магнитный захват для какого-нибудь вертолета, который сам может поземлиться, причем в любых размерах, в захватах очень много, очень удобно, так, ладно, открыли, включаем освещение, этажи разные, да, это какой-то лифт, что-то, ладно, это лифт, да и нет, давайте попробуем, а, да ладно, это лифт, реально, второй этаж, мы были на первом, странно, что первый этаж сверху у нас положено, ну, ладно, возможно, возможно, это правильно, на кораблях, слушайте, прям, все круто, это, видимо, местный туалет, большой для всех членов экипажа, это у нас туалет отдельный, да, должен быть еще где-то, судя по всему, душ, да, вот душ, слушайте, неплохо, 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 это страшно гигантская машина, страшно универсальная, но все понимаете, о чем я, здесь у нас какая-то столовка, судя по всему, тоже, да, да, смотрите, буфет прям, реально, там какие-то огурцы и помидоры можно, какая-то чача тут, охренеть размеров, вот, то, что я говорил, ангар, он, видите, сразу же затоплен, и там расположена лодка, которая надо как-то, наверное, все-таки будет ее привязать, потому что она будет, судя по всему, лагать, есть такое зазрение у меня, давайте посмотрим, потому что если я поеду, как она будет здесь держаться, поднимаемся, да, видите, куча всякого различного снаряжения, там можно передвигать какие-то магниты, а, вот они, смотрите, передвигаются магниты, да, ну, на лодке-то нет магнитов, как они будут держаться, что-то интересное, ага, зафиксировала лодку, вот этот поворот, это круто, так, ну, дверь открыть не будем, ну, давайте посмотрим, открывается, в принципе, охренеть, офигеть, ну, тут различные освещения, обогреватель, там, подобное, ну, мне понравилось, да, то, что захваты есть, вот, хотя бы зафиксировал лодку, может быть, так будет все дело лагать, идем дальше, это различные освещения и обогреватели, это все мы с вами видели, так, куда эта дверь ведет, а, это вызовет лифт, наверное, да, охренеть, еще лифт есть, давайте распутимся еще пониже, наверное, на третий этаж, ну, то, что лифт сделан в лодке, это очень прикольно, мне нравится, так, вот у нас каюта экипажа, тоже, видите, все гигантских размеров, все на автоматике, это очень удобно на автоматике, тоже, кстати, когда буду строить собственную лодку, тоже буду делать все, я уже, в принципе, уже делаю, у меня уже автоматика появилась на моей подводной лодке, а что у нас в эту сторону тогда? Большущий какой-то док, с большущим гигантским лифтом, судя по всему, да? Я, конечно, могу упасть и проверить лифт ли это, но очень похоже на лифт, на самом деле, Ага, я вас понял, ну, то есть, это реальный лифт, получается, какое-то здоровенное багажное отделение, где можно даже заправлять, если надо, сколько у нас топлива, 8500 топлива, здесь можно какую-то постройку, видимо, загонять, но вопрос такой, как сюда заряжать машиной, потому что вроде ничего больше остального не открывается, так, это двери, двери, открыть рампу, Ничего не сработало, открывается, но за этой вот стеной, ну, тогда какой смысл ее здесь открывать, непонятно, Ладно, пойдемте, уже, наверное, обратно, на первый этаж, ну, пожалуйста, хочу посмотреть, как устроена, как сделана приборка, это всегда интересный мой взгляд, потому что сейчас приборки, с помощью, сделаются, с помощью электроники, это очень интересно, какие-то винты, смотрите, прям, какой-то дизайн крутой, А, подождите, это же еще незапасные лодки, по всему, они реально могут, можно их запустить, что ли? Так, надо сначала открыть дверь, это у нас open door, давайте прямо туда запустим, на пирс, так, 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 может, сколько здесь спасательных лодок, просто капец, но тут система выкидывания лодок, прям офигенно сделана, Так, тут у нас какой-то нижний отдел управления, это, судя по всему, мониторы, и change view, но у нас, а, вот работает, да ладно, охренеть, да, ребята, вот окна, посмотрите, охренеть, у нас карта, различные камеры по всему борту, я так понимаю, мы можем менять все-таки, да? А, камера просто меняется, угол камеры, видите? Вдоль борта, офигеть, я так понимаю, мы можем даже приближать, ага, подлагивает, но прикольно, так, нам надо еще врубить, это нос, и зад, блин, ребят, по-моему, просто эпически круто, а что здесь меняется, или просто карта? Радар еще? Что, можно приближать? Офигеть. Слушайте, вот это, прям, прямо не ожидал я. Очень круто сделано, то, что вот можно реально по бортам смотреть полностью по камерам все, что нужно. Давайте подниматься наверх, судя по всему, поднимаемся непосредственно в трубку, будем запускать наш ATV Mark III, он называется, 31. О, мониторчики повернились автоматически, у нас есть километры в час, SRPM двигатели, здесь у нас батарея, судя по всему, и, видимо, топливо. Давайте посмотрим, видите, амфибиосмод есть, ну, у нас сейчас амфибиосмод, по-моему, включен, мы с вами амфибия, даже, видите, плаваем все-таки, да? А вот, открылся ангар, смотрите, вот он. Но вот эта дверь, которая должна открываться, она почему-то не открывается. Там вроде писали в комментариях, что какой-то баг есть в этом плане, вот, но это не точно. Только как мы поплывем с такой дверью, я даже не знаю, давайте попробуем найти. Как видите, у нас включен амфибиосмод, то есть плавающий мод, но как только мы пытаемся все-таки выехать где-нибудь на берег, где-нибудь вон там, где можно это будет сделать, но это не точно. Так, нам нужно найти главный переключатель, кто открывает эту дверь. Я надеюсь, что он дублируется именно в кабине. Я что-то нажала, это страшно. О, мы летим, по-моему. Фаерфлей опендор, ладно, все, хватит возвращаться. К слева у нас, смотрите, какая-то инфракрасная камера, там подобная включается, можно ее зумировать, но где камера? Подождите, она может как-то выезжает? Да ладно, она выезжает! Охренеть! Так, АД, ротор, радар, камера, давайте, можно ее даже вращать, смотрите, офигеть. Причем, может быть, инфракрасная камера, можем зумировать ее, систему радаров какую-то использовать. Выдвижной дисплей прямо офигительно круто сделан, а что у нас с правой стороны интересно? Управление всей системой питания, смотрите, полностью, да? Да, и только все питание работает. Так, здесь управление водными пушками различными, можно врубить карту, также мы находимся на креативном острове, кучу, кучу всего, что только можно, спасательные огни, можно врубать огни на кране, огни, где спускается вертолет на площадку, да, где приземляется, кучу просто всего можно пролять. Я так и не нашел, где его уже здесь закрыть, впереди дверца, она реально мешает. Так, я переуспаунил наш корабль, просто хочу, чтобы люк закроет был нормально, не хочу бегать вниз, вручную выключать, проще мне просто было переуспаунить наш катер, нашу, не знаю, машину, что это такое, но вот это АТТТВ, это дикая хрень. Так, возвращаемся обратно, запускаемся. Так, потихоньку поплыли, ребят, смотрите, какая скорость. Охренеть. Вы только посмотрите, какая бандура. Так, а может все-таки попытаться выехать как-то? На берег хочу посмотреть, какая-то штука выезжает бандура. Очень мне это прямо интересно. Гусеница, по-моему, работает, да? Я вот не вижу. Сложно сказать, работа не работает, сейчас узнаем. Так. Ну не глухни, давай, 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 поехали. Выезжаем потихонечку. Да-да-да, ребят, смотрите, гусеница работает. Так, только подождите, как поворачивать? Все, конечно, хорошо, но мы не поворачиваем. Так, отрубаем круизмот сейчас, секунду. Фух. Вот это бандура. Да, человек, конечно, я не знаю, сколько он-то строил, но я думаю, что часов сто ушло на постройку этой бандуры. Потому что, капец, зато он не лагает, когда мы выехали, по-моему. Но это не точно. Давай, 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 разгоняйся. Так, вырубаем амфибирмот. Поехали, поехали, поехали. Офигеть, мы реально едем. Не очень качественно. Ну, пытаемся, по крайней мере. Давай, 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 давай. Да, 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 да. Ребят, смотрите. Офигеть. Я, конечно, такой бандура строить себе не хочу в карьере, но это будет слишком большая дичь. Но само то, что это кто-то построил, и это так вот работает, ну, в принципе, работает, да. Вот, в принципе, подъедет, даже поворачиваем, но иногда. Поворачиваем, поворачиваем. Вот я реально разворачиваюсь. Я прям заехал сюда, смотрите. То есть само то, что это построено, то, что здесь 10 моторов стоит мощных, подобное, здесь кучу видели пазательных лодок, касается снаряжения, то есть такой универсальный корабль, давайте потом на скорость съехать с причала, просто интересно, прям со взлетки поедем. Почему неплохая скорость? Почему мне не говорили, вроде как скорость здесь у этой лодки, как мне говорили, написано, собственно говоря, в описании лодки, то ли он по морю едет 70, то ли он в воде 70, а максимальная, вроде как 135 км в час. Ухренеть, танк. Такая реальная машина, блин, супер универсальная. Вот эпик момент, смотрите. Ууу! Ничего будет. Так, выбавил фибия режим. Разгоняемся. Я все максимум выжил, у меня максимум сюда на 100%. Так, здесь какой-то труборежим есть, она очень опасная. По-моему. Козу, куда происходит, но не очень понятно, что он дает. Господи, ребята, нагрелись, бандура просто охренительная, да? Прикольно, зеленые обороты, прям вот эта штука, максимальные оборота, да? Она показывает еще не только в цифрах, но и как вот у новых BMW, вот приборки электронные, вот показываю еще вот эту штуку. Смотрите, газ спускаю. А, я когда жму газ, он сцепление придает, я понял. Так, я хочу побаловаться кнопочки понажимать. Как все странно работает. Так, а если я нажму, зажигание, что будет? А, ну все, в принципе, нормально, все хорошо получается. Не меняется ничего, собственно говоря. ну максимум 70, как прямо написали, судя по всему, я так понимаю, 70 у нас получается по воде и 135 краж в час возможно сушен. Ну а ты знаете, что тут нажимать конкретно, какие тут приборчики, но я все выкрутил на максимум, хотя там очень много всяких различных кнопок, но там все-таки обогреватели, освещение и тому подобное. Ну, универсальность машины мне прямо поражает, какая классная бандура. Ну, мне кажется, все-таки слишком багигантских размеров ее сделали. Хотя реально, судя по воркбенчу, да, вы видели, что она реально весь блоградич занимает при спауне, то есть максимально, что можно было поставить, именно не собирая в одну конструкцию, оно построено. Так, давайте теперь проверим, что он сбудет с большим ветром. Давайте спаунем цунами, наверное, на акулу. Акула заполнилась, туманным не нужен, ветер нам нужен большой. Так, что происходит, акула появилась, а мы заглохлись, друзья. Все. А где акула? Акула под нами, да, он именно? Очень удобно видеть с кабиной, мне очень нравится, очень качественно сделано. Не мешает, все, очень хороший обзор. Такая скорость, по-моему, у нас больше скорость, 71. Так, где она подняться цунами, давай-давай-давай-два немножко. А теперь, в принципе, через остров пойдем, какая она вкинается разница. Где акула большая, вон на заднем, за нами. Мы в это время прямо с нами плывем. Что первее, у нас упустит акула за жопу, или цунами нас накроет, интересно. Акула что-то не спешит с особо сильно. Да, остров все-таки погружается в воду, я именно этого и хотел, так я его в этот остров проплыл сквозь, сквозь цунами. Так, такой момент, интересно, у нас получается. Максимальный газ, скорость сильно замедляется. Давай, где акула? Я акулу потерял. Давай-давай! Не хватает мощности. Где обороты? Давай! Вот это дичь. Бууу. А вот мы прямо на акулу на земле есть, Зажимай акулу, зажимай, прямо на нечто пойдем. Радио! Можно убить акулу, интересно? Хана тебе, акула. Да тихо, куда ты уплываешь, тварь? На тебе, на! акула, получила какой-то порез у акулы, смотрите, какая акула стрёмная. Ну что, получила фост? Господи, какая же это бандура охрененная, да? Ну что, выходим, смотрим. Господи, это цунами, что со мной? Эй, что случилось? Почему я руки поднял? Ну что, друзья, как вы видели, этому кораблю не страшно ни акула, ни цунами, ни большие волны, все это для него просто фу, как говорится. Ну, ребят, постройка просто офигительная, эпически, но реально универсальная. Видите, можно запрятить даже, видите, то есть и дизель топлива, да? А я вот теперь понял, что это такое. Это дизельное топливо, а это топливо для вертолётов, оказывается, джетфуэл, для реактивных двигателей, если что. Давайте попробуем, мы ещё краном сами не управляли. Открывается. А, в общем, кран с камерой, судя по всему, да? Ну, заходи, давай. Так, это, топливные кабелями, это у нас глубина лебёдки, я так понимаю, кабель, вот эта длина кабеля, это глубина кабеля, видимо, что в этом роде, направление нашего, видимо, крана, что в этом роде, освещение. Срубаем камеру, а что я вижу вообще? А, это, видимо, лебёдка направлена вниз, да? Я могу кто-то зумировать? Давайте кабель вниз отпустим. А под воду можно? Охренеть. Слушайте, прикольно сделано, да? То есть, вам не надо, в принципе, оружие наблюдать, может управлять через вот такой мониторчик, и по-моему, это охренительно круто. А можно включить парашют? Прямо спрыгать со мной на этой штуке. Врубай парашют! Как его врубать? Не врубать. Слушайте, друзья, надеюсь, вам понравилось. Просто было очень интересно на эту штуку посмотреть, и я просто не мог удержаться. По-моему, просто охренительная бандура, надеюсь, вам тоже было интересно, полезно. А им был Клауд, а им была Акула. Пока-пока-пока. У-ху!